Равшан Рафик Аглыджанев Равшан Рафик Аглыджанев родился 27 января 1975 года в благодатном месте на юге Азербайджана в городе Линкарань. Отсюда и его прозвище Линкараньский. В 1992 году отец 17-летнего Рафшана Джаниева милиционер был жестоко убит членами самого известного азербайджанского преступного клана, против которого неоднократно проводились спецоперации правоохранительными органами Азербайджана. В результате одной из них в 1996 году на скамье подсудимых оказался убийца отца Рафшана Джаниева, который во время судебного заседания угрожал расправиться со всей семьей Джаниева. Недолго думая, Рафшан, который присутствовал на суде вместе с матерью, достал пистолет и четырьмя выстрелами в упор убил обидчика. Суд учел душевное состояние Джаниева во время совершения им преступления и, приняв во внимание чистосердечное раскаяние, приговорил его к лишению свободы сроком на два года. Отсидев в тюрьме, Рафшан решил, как ни странно, решил пойти почти тем путем, что и обидчик его семьи, которому юноша так жестоко отомстил. В 2000 году по версии правоохранительных органов Джаниев в центре Баку средь бела дня ранил из пистолета вора в законе Мамедова. После этого при попытке скрыться с места происшествия был задержан и сбит. В результате черепно-мозговой травмы Рафшан начал страдать психическим заболеванием. Решением суда к нему были применены принудительные меры лечения. Но в 2001 году Джаниев был освобожден от уголовной ответственности и стал лечиться по месту жительства. После многочисленных угроз со стороны клана Джаниева почти все его родственники вынуждены были искать спасение в России и других странах СНГ. Российское гражданство в 2002 году получил и сам Рафшан. Однако, после получения Рафшаном российского гражданства прокуратура Азербайджана инициировала пересмотр его уголовного дела, и суд выбрал новую меру пресечения – содержание под стражей. Рафшан Джаниев был объявлен в международный розыск. Довольно скоро Рафшан Джаниев стал влиятельной фигурой среди себе подобных в России, Украине и даже Европе. Короновал Рафшана – авторитетный вор в законе Мир Сеймур. В 2003 году Мир Сеймур был застрелен в кафе «Пещера» на Щелковском шоссе. После загадочной ликвидации азербайджанских авторитетов Хикмета Мухтарова и Чингиза Хундова, контролировавших наркопоставки в Россию, все овощные базы Москвы, черкизовский рынок и заключения под стражу воров в законе Бахиша Алиева и Вагиф Алин Карамского, с апреля 2006-го стал контролировать бизнес азербайджанцев в Москве. В Москве ему приписывали убийство лидера азербайджанской организованная преступная группа в Санкт-Петербурге Элчин Алиева по кличке Эльчин Явлахский, застреленного в июле 2003-го года в боулинг-клубе «Апельсин». В декабре 2004 года Рафшан был арестован в Москве по подозрению в этом преступлении. Однако ему удалось выйти под подписку о невыезде и снова выпасть из поля зрения правоохранительных органов. В сентябре 2006 года Рафшан был задержан в Москве на воровской сходке вместе с верхушкой кутаийского клана. Имея при себе поддельные документы, Джаниев представился оперативником другим именем и остался неузнанным. Спустя месяц Рафшан снова чудом удалось избежать ареста. По оперативной информации, он принимал участие в воровской сходке, состоявшейся в закрытом клубе на территории спортивного комплекса «Лужники». Помимо него на ней присутствовали Вячеслав Иваньков и Михаил Ваеводин. Тогда пересечению этого сборища помешали сотрудники ЧОПа, которые оказали сопротивление нагрянувшим оперативникам и дали криминальным боссам возможность незаметно скрыться. Избегая преследования властей и полиции Азербайджана, а также неприятностей в России. Он несколько лет назад смог перебраться в Украину, где развернул свою деятельность. Сегодня уже нет сомнений, что покушение на деда Ахасена было спланировано и профинансировано Рафшаном Джаниевым. Конфликт произошел из-за несоблюдения воровских понятий. План убийства Усаяна Хасен озрел достаточно долго. Для начала нужно было заманить Хасена в Москву. Тогда без его ведома братья Микеладзи организовали сходку, на которой Джаниев избил старого вора. Информация о произошедшем дошла до деда Хасена, и он страшно разозлился, приехал в Москву, чтобы жестоко покарать ров Шана. Однако Джаниев сбежал на Украину. Где его задержали правоохранительные органы за незаконное пересечение границы. В декабре 2009 года Рафшан был задержан в Киеве работниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и экстрадирован в Азербайджан с запретом на въезд в Украину сроком на 5 лет. В Баку чуть более трех месяцев потребовалось 35-летнему вору в законе, чтобы решить все свои проблемы с азербайджанской Фемидой. Он был освобожден из зала суда по тяжким преступлениям. И это несмотря на то, что накануне государственный обвинитель потребовал для Джаниева, долгое время находившегося в международном розыске по обвинению в попытке умышленного убийства и незаконного хранения оружия, 12 лет лишения свободы. Вердикт судьи оказался в четверо мягче, 2 года 9 месяцев, в зачет которых пошел срок, отбытый Рафшаном во время предварительного следствия. Перед зданием суда Джаниева ждал кортеж из 35 автомашин. Человек, стоявший за покушением и, возможно, убийством криминального авторитета Слана Усаяна, также известного как Дед Хасан, был убит в турецком Стамбуле. Об этом стало известно 18 августа 2016 года. В ночь на четверг на Стамбульском бульваре «Барбароса» неизвестной обстреляли ренд-шаровер, в котором ехал бизнесмен из Азербайджана. Водитель машины и пассажир получили серьезные ранения. Позже турецкая полиция по району Бешикташ в Стамбуле. Джанием скончался в больнице. Водитель, по одним сведениям, со тяжелыми ранениями находится в реанимации. А по другим, также погиб. На месте преступления был обнаружен паспорт на имя Ровшин Алиева. Источник СМИ, знакомый с ситуацией, сообщил, что настоящая фамилия погибшего пассажира, Джаниев и что он являлся известным вором в законе по прозвищу Ровшин Линкаранский. Алиев, его фиктивная фамилия, что подтверждает информация Главного управления по борьбе с организованной преступностью Азербайджана от 2013 года. Когда был проведен обыск в квартире Джаниева в Баку. Тогда были обнаружены документы на имя Ровшина Алиева с фотографией Джаниева. Источник СМИ. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok